Виталий Приветствую, друзья. С вами Виталий. Небольшой видеоролик по теме адаптации к среде обитания. Среда обитания необычная на самом деле, о которой мы говорим уже на протяжении 30 уже видеороликов. Адаптация происходит в американской среде обитания. Я ориентирую на то, что эта адаптация не имеет период времени, чтобы адаптировались к среде обитания. И на этом закончилась адаптация. Нет. Адаптация происходит постоянно. Это состояние адаптации у вас будет. Состояние. То есть мое внутреннее состояние, эмоциональное, ментальное, физическое, всегда готово к адаптации. Потому что в американской среде обитания отсутствует перспектива. Понимаете, перспектива во времени отсутствует. Мы не можем сказать будущее время. В Америке никто не говорит о будущем времени. Поэтому концентрация интересов людей в настоящий момент времени очень большая. Очень большая плотность вот этих интересов. Движение, вот эта движуха все время. И люди должны уметь адаптировать свое состояние в настоящем моменте времени. А те, кому удается, есть такая тема прыжка. То есть если в европейской, азиатско-восточной традиции культуры вам необходимы какие-то ступеньки или пинок. Мотивацию, как говорят здесь. То есть мотивация. То в американской среде обитания мотивация отсутствует. Как понятие, скажем, основное. То есть тебя замотивировал, кто-то пнул тебя под задом. Или замотивировал тебя морковкой. Отсутствует понятие мотивации. Потому что перспективы во времени отсутствуют. Нет будущего. Поэтому вот здесь у вас интересы есть. Интересы в настоящий момент времени. И ваш главный навык адаптации, ваше состояние к вашим же интересам. Как их проявить, как их выявить интересы. Интересы выявить в настоящий момент времени. Ваши эмоциональные интересы, ваши физические интересы, ваши ментальные интересы. В этой куче малей, которая происходит в настоящий момент времени. Представляете, 360 миллионов проживающих на территории. В этих штатах огромное количество людей. В Калифорнии 40 миллионов человек. Еще где-то миллионы человек. И все эти люди находятся в настоящем моменте. Никто не думает о будущем. Нет никаких рельсов в будущее. Если в Западной Европе, в Восточных странах есть культура и традиции строительства. Тут лестница нарисована. Строительство железной дороги какой-то. Дорогу строим мы. Дорогу мы все вместе строим. Мотивируем друг друга. Как мы мотивируем друг друга? Такой паровозик у нас есть. Помните? Успел сесть в последний вагон уходящего паровоза. Какое-то общество создает какие-то знания, академические знания, опыт. И все эти знания, опыт, культуру, традиции складывают как какой-то паровозик. И этот паровозик движется. И как вот эти утята за мамой идут. Утка такая топ-топ-топ. И за ней утята, дорожка, линейка за ней идут в прудик. Видели там в американских эреях, в микрорайонах проживания делается искусственный такой водоем. И вот этот искусственный водоем привозит уточек. Их там искусственно развивают. Они начинают там плодиться, размножаться эти утки. И так мило плавают там. И ходят уточки по водоему, живут там где-то и тому подобное. И всех их подкармливают. Там такие плакатики висят. Эти уток нельзя кормить, эти можно кормить и так далее. То есть в настоящий момент времени вам нужна адаптация. Каждое утро, каждый день. Каждый день вы просыпаетесь и вам нужно адаптироваться к этому дню. Потому что все уже изменилось. Деньких рельсов, по которым все едут в какое-то будущее. Все немцы едут в своем государстве. То есть состояние государства. Это мы называем состояние государства. То есть когда большая сообщность людей создает государство. И все в этом государстве люди находятся в примерно одинаковом состоянии. И состояние ментальное. Имеется в этом ментальном состоянии какой-то уровень базы каких-то знаний. Опыта какого-то передаются с поколения в поколение. Академические знания, профессиональные знания, специальные знания, опыт и так далее. То есть в этом паровозе, в этом составе находятся. И все эти утята и топают за мамой, за уточкой по пути, найти корм и так далее. В американском менталитете этого нет. Не за кем следовать. Вы можете следовать только за своей собакой. И ту собаку я вам нарисовал. Это более близкий и понятный символ собак. Внутренние инстинкты. Может быть у вас и нет собаки в ваших внутренних инстинках. Может быть у вас там стадо буйволов. Оно выбежало так и пробежало по вашему сознанию со стада буйволов. И все вас там вымело, съело и растоптало. И все голо-голо. Примерно такое у вас должно быть ощущение. Что утром вы проснетесь и вместо собаки обнаружите стадо буйволов. Может быть птица какая-то стая налетела и выклевывала весь урожай. Ваши культурные посевы все ваши склевали. Птички прилетели. Вот эти птички. Ваши инстинкты. Соответственно вы хотите этого избежать. Вы строите какой-то забор. Делаете какие-то рельсы, заборы. Государство создаете и так далее. Ограничить себя. Защитить свою культуру. Небольшой садик какой-то. Оранжерею создали вы свое какое-то. Вырастили какие-то знания. И так далее. И вот здесь этого нету. Понимаете. Здесь каждый день отсутствие перспективы вынуждает вам что делать. Ощущение создавать полеты. Вам на охоту полететь. Понимаете. Полететь. Вы создаете свое пространство. То есть во времени будущего нет. Но в пространстве вы создаете свое пространство. Видите. Трехмерное, четырехмерное, пятимерное, двухмерное, одномерное пространство. Для чего вам нужно одномерное пространство? Одномерное. То есть вы на плоскости находитесь. Для того, чтобы вам разбежаться. Правильно? Разбежаться. Дать себе пинка под зад. Не используя никаких сопротивлений. Других законов никаких нет. Только вот эта плоскость одномерная. Вы бежите по ней и прыгаете. Вы перепрыгиваете какое-то пространство и у вас полет получается. Вы попадаете в другое состояние. То есть завтрашний день это уже другое состояние. Вы опять адаптируетесь. Вы готовитесь к этому полету. Вы адаптируетесь к состоянию. Ваше состояние. Тема состояния важна. Потому что вы понимаете, что вы видите, что штаты все имеют внутреннее состояние. Круга разные состояния. И города разные состояния имеют. Вы приходите. Вау. Как-то по-другому все. Вроде бы все одинаково. Другие люди. И так далее. И вы перемещаетесь из штата в штат в поисках своего состояния. Или в поисках более легкой, простой адаптации вашего состояния разума. И вашего создания веры во что-то. И вы не говорите о том, что вам необходимы все знания. Вам не нужны знания. Вам нужна как бы библиотека. Внутренняя библиотека, к которой вы обращаетесь. Или внешняя библиотека. Чтобы для настоящего момента какие-то знания взять. Эти знания открыть. И иметь навык обучения по этим знаниям. То есть когда в Америке вы проходите какое-то обучение. И сдаете на лицензию какую-то. То разрешается пользоваться учебниками. Это сильно отличается от европейской, восточной. Учебниками. Берите учебники. Берите справочники. Такую толщину. Хоть десять их берите с собой. Ограниченный дедлайн времени. Шесть часов сдачи экзамена. Все. Сиди, пользуйся и ищи ответы. Если ты знаешь как учиться. Тебя же этому учиться. И ты знаешь все учебники. Вот это есть обучение. Самообучение в настоящий момент. Ты сдаешь на лицензию. Пользуешься учебниками. Ищешь все необходимые тебе в настоящий момент знания. Коды. Какие-то правила. Термин и так далее. Ищешь. Находишь. И составляешь свой ответ. Какие-то галочки ставишь. О чем мы хотели сказать с вами сегодня. О принципиальном отличии. Отсутствие перспектив во времени. То есть вы когда попадаете в Нью-Йорк или центр города. Как его называют. И там большие небоскребы стоят. Небоскребы стоят. Большие такие. Небоскребы, небоскребы. А я маленький такой пел. Известный. Так вот небоскребы. Они создают ощущение перспективы. Понимаете? Перспективы. То есть ты видишь вот это здание. Вот оно. Ощущение перспективы. То есть получается как бы трехмерное искусственное пространство. Оно видишь ты его. Здесь у нас перспективы нет. В одномерном, двухмерном мире. Вот он. Ты листик взял. Вот все. Перспективы у тебя нет. За нее заглянуть. Тебе надо трехмернее создать в голове и сознании. А твое сознание оно свободное стало. Свободное. У тебя было зрительное коралло. У тебя был зрительный коралло в голове. Было занято восприятием зрительным. Для тебя зрительное восприятие было главное. А сейчас, когда ты стал собакой, внутренняя собака проснулась, зрительное восприятие для тебя стало не главное. Соответственно, количество нейронов, которые образуются на зрительной коре каждый день, их там уменьшилось. Они отключились, они перешли в другую часть мозга. Включились другие нейроны. Ресурсы туда переключились. Нейронов уже образуется много, но их ресурсы тоже ограничены. И поэтому у тебя нейроны отключаются. Соответственно, у тебя восприятие какое здесь будет. Помните, я в начале ролика каком-то говорил, что черно-белое восприятие. Вот черно-белое восприятие. Вот собака уже начинает смотреть зрительный мозг у вас. Зрительное. Не главное. Ей не надо смотреть в цвете, в радуге и так далее. Ей достаточно черно-белое восприятие. Для нее органы восприятия мозга у собаки меньше. Правильно? Мозг меньше. Но она воспринимает нюх, слух и так далее. Ощущения какие-то у нее усами своими шевели и так далее. Волну. Потому что ресурсы ограничены мозгом. И у человека то же самое. Вы же вертикально стоите. Это же не нормально, что вы вертикально стоите. Ресурсы вашего мозга заняты тем, чтобы поддерживать вас в вертикальном положении. И это уходит 80% энергии мозга, чтобы вы не упали. Мозг занятый. Вам надо его освободить, дать для когнитивных способностей в настоящий момент. Вам необходимо зрительную кору освободить. Нервные клетки, чтобы здесь не возбуждали зрительную кору. Куда они уходили? Ваше состояние. А ваше состояние формирует ваше самосознание. Самосознание – большая тема. Самосознание привязывается к чему-то. Ты можешь сесть в паровоз государства, общего состояния. Если у тебя есть личное самосознание. То есть, ты показываешь свой паспорт. У нас принят паспорт. Покажите паспорт. Вот ваша фамилия. Вот ваша фотография. Покажите ваш паспорт. 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 Везде паспорт. В американском менталитете паспорта никто не спрашивает. Водительское удостоверение. Айди покажи. Нет. Достаточно. А здесь тебе в настоящий момент паспорт не нужен. Зачем тебе в настоящий момент паспорт? Паспорт нужен для того, чтобы идентифицировать тебя прошлое, будущее с настоящим моментом. Вот ты сел в паровоз, вот ты поехал. Здесь вам не нужны никакие знания в настоящий момент. Вам нужен навык, способность перепрыгнуть из одного состояния в другое. Так, друзья. Спасибо вам за внимание. Что-то, наверное, вырежу с этого ролика. Пока-пока.